Привет, это Сенатор Блог и это новое видео на канале, где я устраиваюсь на новую работу. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, это очень важно, писать комментарии. Приятного просмотра, а у меня здесь такой вид на вечерний наибраг. Утром следующего дня я не пошел в ресторан, нам сказали, что мы больше не нужны, и мой каплан привел меня на новую работу. А что, за тобой следить что ли? Мы приехали в большой торговый центр, который находится недалеко от Тель-Авива, где меня ждала новая работа. Здесь хорошее место. И вот так вот выглядит сегодняшнее новое место работы. Официант, моя позиция сегодня раннер, ну точнее помощник официанта, который собирается играть на тарелке, относит на кухню. Ну и наверное что-то там выкидывает, приносит, относит. Почему? Ну здесь выглядит поинтереснее, чем на кухне. И еды говорят здесь больше, и от дома 7 минут на отобесе, а не час двадцать, как мы ехали до этого. Через некоторое время пришел менеджер и отправил меня на склад закидывать товары. А потом на кухню. Мне нужно было собирать посуду, которая выходила из моечного шкафа, который мыл вот этот мойщик, и разносить ее на кухню, которая вот так выглядела. И расставлять на места. Мусор. Вот так вот выглядит мое рабочее помещение. То на кухню кидают, то в зал, то сюда отношу мусор. Здесь картонные коробки, которые скорее всего будем складывать сюда, потому что здесь сортируют мусор. Ну по крайней мере картон, ну и стекло. Темп невероятный. Работа была не очень сложная, и даже иногда интересно, когда работаешь на скорости, все так быстро, тем более в новом месте, все непривычно и интересно, новый коллектив. Поэтому поначалу было прикольно. Вот он намывает посуду, закладывает, потом мы сдвигаем в шкаф этот, и со шкафа я разношу уже по местам. А вот так вот нарезают овощи, не то что на прошлой работе, когда повар наработал, мы резали это все вручную, и чтобы все было ровно. Вот так выглядела кухня, смена менялась, мы работали по 13-15 часов, и сначала с утра работали одни повара, а потом другие. Вечером было людей поменьше, поэтому поваров тоже было поменьше. На работе мне постоянно предлагали что-то перекусить, все пытались говорить на русском, кто-то говорил чуть-чуть на английском, и я уже начинал понимать некоторые фразы на иврите. Также меня выпускали иногда в зал, помогать расставлять стаканчики или с какого-то стола, где было много человек, собрать посуду и принести ее на мойку. Так выглядел наш зал, все было очень просто и интересно, и все ребята были общительные. Вот сюда мы приносили посуду и раскладывали ее по этим местам. И в итоге я оказался на другой сегодня работе, как вы поняли. Мне она даже больше понравилась, там хотя бы, не, ну там, не знаю, относятся как к человеку, и не то, что когда я в том ресторане работал, а быстро сделай, не стой, стой, в общем, все время какой-то мандраж был, а здесь давай, ну иди вот туда, иди сюда. О, тебе тут не нравится, иди вот туда, значит. Ну типа вот так. Прикольно, еды просто, меня тошнит ужасно. Ел все подряд, очень много. Чаевые дают. И работать можно много часов. И завтра я отпросился. Завтра у меня встреча с Бет. Опять в нашем цирковом клане, пойдем туда тусоваться. О, нифига себе. Чемодан стоит. Кто-то выкинул. Никому не нужен? Мне нужен вообще-то чемодан. Может, так кто-то просто поставил. Может, он не закрывается. Так вот здесь мусор. В Израиле. Прикольно. Мне понравилось. И девчонок там много молодых. Ну и все, в общем-то, коллектив молодой, и чувствуешь себя человеком. Хотя бы завтра еще пойдем. Ну вот, я сегодня отработал. Меня отпустили пораньше. И я договорился со своим менеджером, чтобы он мне отдал немножко зарплаты. Вычлал у меня там часов в программе. Потому что, когда ты приходишь, прикладываешь палец. В общем, программа считывает. Он вычлал мне 5 часов. И дал за это 200 шекелей. И я сейчас поеду в центр на встречу к своим... В общем, встречу с Бет, с ее друзьями церковыми. И закину деньги на карточку банка, которую я здесь сделал в Таханамерказите. Это центральная автобусная станция в прошлый раз, когда я там был. И закину на эту карточку деньги. И попытаюсь оплатить сборную американскую визу. Капец! Везде в мире по 160 долларов, а у евреев 176. Откуда вы спросите у меня деньги? Это чаевые, которые мне дают. Точнее, которые я сам собираюсь со столов, когда убираю посуду. И вот за 2 дня я заработал 400... Ну, 350 шекелей чаевыми. В общем, получается двойная зарплата. И я уже не могу смотреть на еду. Ладно, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот такой здесь вантовый мост Через магистраль В торговый центр, в который я иду работать Вот Блин, мне так нравится, можно идти в шлепках Не спешить До работы я доехал Ну, минут за 15 Вот Вчера я кайфовались бы там Блин, вообще так классно А сейчас просто, как не знаю, на пляж идешь И идешь работать Ни дождя те Ни холода Солнечно каждый день Так круто быть Сыто Что постоянно всякие приносят А, номер Сергей Новый дядя здесь у нас работает Такой всплеск эндорфина Такой всплеск эндорфина Постоянно сейчас Липа улыбаешься о том, что сытый Это просто суперкруто До этого я голодал До этого голодал А теперь вот Еды сколько хочешь Выбрасываю Кофе Мусорку Вот этот Что-то нехладкий Это нормально Но Мусорку тоже Я здесь Спасаю еду, как могу Помню, когда в Москве жил Чтобы на путешествия заработать Там, в общем, движение есть Спасители еды Фриганство, короче Ходили в компотню там На помойках Собирали еду Потом все Приходил в общаге Морозил и готовил потом А теперь просто выкидываю Вот такая вот жизнь Меняется Просто Как вода Как река Все, зовут В этом кафе Мне нравилось работать И я бы даже там остался Там было много еды И, в общем, было интересно Но я всего проработал Три дня И меня уволили Смотри, куплю сейчас алкоголь За у нас кричное внимание Это без шуток Я реально прихожу домой Я переживаю Я реально Осторожно Не снимай, не снимай Пожалуйста, не снимай Вот так Мой брат очень любит песни Глядя наверх На в руки Машки От сигарет Здравствуй, привет 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 Здравствуй Здравствуй Субтитры сделал DimaTorzok